Странно, есть разведданные. Есть средства огневого поражения, правильно? Есть хорошие, то что азербайджанские артиллеристы, высоко, хорошо подготовлены профессионалы, 400 километров они били по мосту Лачинскому. Лора? Лоры. Они били 400 километров. Поразили цель точно 10 метров. Это то, что вы сами видели. Это то, что я видел, да. То есть, товарищи умеют биться, расчеты есть, все есть. Разведданные есть, средства огневого поражения есть, расчеты есть. Люди не били. Почему? Почему не били? Я уже заинтригован. А почему не били? Через несколько дней все это стало их собственностью. Может быть у людей была оперативная информация, что это их будет, перейдет под их контроль. Поэтому не били. В других местах били. Куча. В Шуши, в других местах, рядом с Шушой там был большой воинский склад, чуть далеко, под Шушой били. Где надо били. Когда он взорвался, Артурн говорил, что это... Диверсантов! Да, что-то складывалось. Фигню какую-то нес. Во-первых, весь мир ржал над Арменией из-за этого идиота. Я впервые, я просто сейчас на эмоциях, поэтому... Больная тема для меня, поэтому из-за этого Артурна весь мир смеялся над Арменией. Российские и украинские блогеры ржали над Арменией. Знаете почему? Так читал я. Вы знаете, что это за взрыв был там, когда под Шушой били по артиллеристскому складу? Это, кстати, был такой же склад, как и они взяли в других направлениях. Знаете, что это за взрыв был? В Корисе был слышен этот взрыв. У диверсанта, во-первых, не бывает склада. Ну да. Диверсант может нести на себе максимум 82-миллиметровый миномет с 82-миллиметровыми минами. Когда подрывается 82-миллиметровыми минами, ты его не услышишь. Хорошо? Люди умеют бить. В очень разных направлениях, во всей глубине Нагорного Карабаха били. То есть, умеют бить. В общем, ваш вывод тот, что они не подорвали склады, потому что знали, что им сдадут. Нет, они не уничтожили склады, они не открыли огонь по складам, потому что у них была оперативная информация, что все это скоро станет их собственностью. И странно, везде, где не били, взяли живем. В Мартуни били, в Мартокерти били, в Аскеране, по-моему, били. Такие же воинские склады. Как в Чабраиле и Физули, такие были в Мартокерти, в Мартуни, в Ерникене были такие. Везде били и высокоточно поражали. Здесь не били. Может быть, была оперативная информация. Это не оперативная информация, но это единственное логическое объяснение, почему не били. То, что они на кофейной гуще не гадали, это факт. То, что у них нет такого человека, как Войф Григорьевич Мессинь, который будущее видит, это тоже я не склонен думать. Полагались на интуицию? Тоже не факт, тоже нет. Вряд ли. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.